доброго времени суток сегодня хотел бы рассказать про снасть так называемый вертолет много я не рассказывал не рассказывал писал в группе друзьям рассказывал это просто так не показать не объяснить надо показывать в принципе снасть очень простая бюджетная мало затраты собрать ее можно в домашних условиях не не прибегая к каким-то там массовым финансовым затратам стоит она из основания железочка сама трубка железная берется с одной стороны заточена для того чтобы в зимнее время когда разбиваешь лунку пешную как правило если ездишь уже в глухозиме то берешь пешню и бур можно не бур сверло какое-нибудь взять и сделать из него просверливать зигзагообразную с ручкой сверлить на таких штук нету тесте есть а так один-два удара пешни она ставится легко под углом как правило против течения если течение в ту сторону стать 100 вот трубка внутри полая внутри находится у нас грубо говоря как кивок развивается там уже по длине они разные бывают остается она ставится на в таком положении по течению течение у нас ту сторону здесь у нас кивок на кивок устанавливается пластина не пластина колокольчик знакомые летние колокола вешают их бубенчики вот вешается бубенчик если у вас там 3 5 6 домах сгибает лечь он просто гнет а если попадаются плотва и другая рыба слона как правило сельские поклёски видно слышно хорошо видно еще из за того что вот этот наконечник он изготовляется довольно крупный заметно его издалека метров с 50 60 легко увидеть изготовляется из пластика с пенопласта красится в оранжевый цвет сюда на сам кивок выставляя на сам кивок выставляется вот такой 1 2 кемрика здесь было два остался один срезал на морозе замерзает приходится периодически заменять вставлять кивок чтобы нагрузку равномерно было то есть если сделаешь так то леска будет торчать не увидишь поклёвка или у тебя что вот так она постабильнее стоит вот далее вот так убирается походное положение здесь у нас пружинка обычная самая стандартная пружина чего необычного нет можно как использовать из подручных средств можно проволоку просто у меня других вертолетов проволок стоит тонкая столистая вот она немножко по-другому устроена в принципе любого рода сигнализатор который будет показывать вам поклёвки здесь у меня стоит винт который фиксирует обычно винтик просверливаешь все то есть она никуда не девается все она на месте ставлю катушку самую дешевую бюджетную стоит она магазина где-то в районе 15-20 рублей маленькая сам туристическая или как они как советском союзе раньше были желательно на металлической основе потому что зимой на большом морозе бывает всякое ногой зацепишь начинаешь снимать ее ногу ударил по стойке вот столько гнутая да как побывала она у меня на рыбалках ни на одну ни на двух ни на трех ловлю гудная четыре погнулась лед хватает на морозе чтобы выбить ее не хватает сил приходится прибегать к силе ног и вот с внешней стороны ставлю пенопластовую прослойку на эту пенопластовую прослойку в дальнейшем крючки при собирании домки для удобства втыкаются далее леска используется 0.3 0.35 0.4 толще я не видел ну пять чтоб таких уж совсем не было далее ставим груз грузик тоже простой продается в магазинах самый дешевый я ставлю у меня ставят 4 5 6 шестерка это для довольно таки сильного течения как правило для среднего течения хватает четверки вот далее идет у нас основная леска от этой основной лески у нас идет вертелюжок к этому вертельку с одной стороны основная леска с другой стороны леска на которой мы ловим это леска используется я использую 0.25 0.22 это леска примерно метра два два с половиной силу чтобы она играла еще один момент хотел бы утащи показать рассказать вместо грузови некоторые используют кормушки обычные летние кормушки фиксируют ее намертво или же как домки он собирают самый простой стат антизакручиватель прищелкиваю кормушку набивают кашей бывает подходит рыба но это я видел видео но не более того сам попробовал разное три-четыре эффекта такого что супер пупер рыба становилась на прикорм стояла нет зимой она не особо реагирует по первому может быть у хазими больше по стоянке попал на стоянку будешь рыба не попал ищи дальше вот далее идет у нас такая от леска дальше возле груза на протяжении вот этих двух двух с половиной метров лески на 25 ставится крючки обычная плоды поводочки привязываться делать с петелька петелька в петельку и только поводочек на этом поводочке сантиметров может 15-20 он не больше крючочки используем маленькие под мотылика где-то 4 5 номера не более может даже тройку как правило рыба если даже крупная там 800 под килограмм засекается заглатывать жадно и она сидит вот не знаю видно не видно крючки пользуюсь фирма owner давно пользуюсь дорогие но качественно не это стоит ребят как бы там хватает на сезон закупаясь 58 пачек хватает за глаза за уши резко вот это идет на протяжении двух трех метров был бы с половиной метров более трех но это уже тяжело водить рыбу если вы попадаете то это очки если ставится много крючков вот как попадаются люди ловят да там по пять по шесть крючков смог узнаю то что два три четыре крючка и довольно таки уже хорошо потому что выводишь если первый лед хорошо легко вытащить а если вот уже глухозиме ездишь лед толстый довольно таки тяжело завести крючки постоянно цепляются за кромку снизу если буром бури что остается острая кромка эта кромка срезает всю снасть бывает верхний жучок зацепляется чуть посильнее дернул все снасть упала по течению смотришь вертолет убираешь хорошо если есть на запасе вот далее самую главную часть в этой снасти это так называемый уголок уголок делается я делаю из нержавейки самый простой дешевый день на работе если получается то обрезки сессореев наладчиков делаю обрезки заготовочки таким она на прямая делается просверлил сверлом где-то тройка ты из половины четыре больше не делал дырки вот отверстия вставляю кембрик из кембрика по кембрику дабы не срезала по острию металла выпускаю леску завязывая далее вот это она прямая пластина делается загинается в эту пластине делаю два отверстия с одной стороны с другой стороны зазором деду миллиметров 5 не больше сгинается получается такой уголок грубо говоря то уголок опускаешь на течение там есть течение хорошего по моментально засасывает втягивает его туда и он уходит все снасти это так далее в конце вот это уголка для чего сверлиться два отверстия вставляется еще один кембрик остается еще один поводок у атер балки когда вот именно только вот на это почему-то на самое последнее на самый крайний крючок только рыбы и садится бывает только когда груз на груз грузу ближе садится бывает это только вот на эту штуку садится здесь можем подлиннее поставить здесь подальше от снасти ставится крючок такой по длине сантиметров 40-45 может не более вот крючки такие же волна под мотылика под крупного хорошо идет насаживаю по 4 по 5 мотыля чтобы крупнее было то есть он пучок он на течение играет вот эта сама снасть под натяжением под силу отечения она распрямляет то есть грубо говоря она на дне лежит она приподнимает и поступательно уж какие там движения я не знаю рыбе нравится реально нравится рыба лодится вся лодится начиная от самого маленького пескаря юша и заканчивая судаком щука щука самый главный враг попадая на эту снасть она просто срезает соответственно щетки тогда подобно по его я начинаю от судака белоглазка плотва плотва белоглазка снец густера это наш контингент который основная цель которая всегда клюет на эту снасть грубо говоря то есть белая рыба залетает хищник залетает были пареньки судака щуки были пареньки закусная с но это и как уж там повезет судак он свободно там еще так нету куки пробиваешь краешек губы спокойно вытаскиваешь в принципе ловили но не крупный протокол до килограмма попадался так далее это снасти мы возим с собой набор вот таких губенщиков но это кто как кто-то привык смотреть грубо говоря сидеть смотреть тихушники так называемые то есть поставить оседлотно смотрят снасть проверяется в течение на 15-20 минут потому что бывает кивок стоит на месте никакие движения жизни подает каждые 20 минут бегаешь проверяешь вот я с собой вожу 8-10 донок потому что 8 донок по морозу даже минус 15 это очень тяжело для одного человека есть люди я не спорю если ездят и по 20 ставят воротолетов но это трудяйки у меня настолько не хватает терпения потому что чтобы оставить хотя бы 5-8 воротолетов доходит средний минут 40 полчаса вот с собой вожу мотайло с крючками стандартный продается в любом магазине заготавливаю заранее дома навязываю крючки с поводками разной длины разные толщины разных размеров то есть бывает экспериментально для валю сезон ездил ставил крупные крючки ставил червя ставил мотыля пробовал опарыша самая лучшая насадка это мотыль у нас на опарыша ни разу ничего у меня не попадалось это люди отписывались да то что ловили были случаи на червя кроме как по откусных концов тоже ничего не садилось ну там крючки соответственно восьмерка девятка там просто рыбе по зиме ну ей как не охота хватать большие куски слопать маленький потратить меньше энергии такие самые маленькие на мотовилах пишу диаметр лески для удобства в принципе если они твои ты так знаешь 018 02 здесь не указано здесь уже не зал знаю и 025 по разному рыбу по разным условиям вот это один вариант второй вариант еще у нас имеется вот такие губки я с собой иногда беру то есть не охота тащить большой навязываю крючков 15-20 в губке обычные бытовые губки в каждой наверное семье имеются в каждом хозяйственном магазине продаются только копейки буквально там рублей 30-50 набор там 5-6 штук если это у жена тут может просто у жены одолжить пока она не видит грубо говоря вот на зад поводки складывают две губки хватает в пакет целлофановый и в рюкзак или там кто в ящик в общем ездит то есть они не нутся ничего им не бывает смялась там под одеждой под снаряжением достал они были такие остались на губках я грубо говоря держу запас резки то есть я же не знаю какой мне оборвется ли самый дальний вот от этой штуки самый длинный поводок который здесь стоит на конце или самый ближний навязываю запасом запас резки где-то сантиметров наверное по пол метра сантиметров 40-45-50 вот готовлю уже под условие там уже на месте соответственно делаю петельку в том котором не месте которое мне надо вот пользуюсь я с собой вожу постоянно где-то вертолетов 8 больше не беру то что имеет смысл взять если едете первый раз на водоем или первый раз на водоем а на это место где будете ловить вот как штук на 10 на 12 хватает чтобы узнать хотя бы где рыба стоит я основную часть перекинуть то есть она бывает с утра стоит на мелководье потом плавно перетекает по ямам на мелководье как правило кормится там от давления зависит от фаз луны и так далее там подумают кто ловит белую рыбу он все это прекрасно знает понимает вот обнаружил рыбу сверлил поставил ставится с интервалом грубо говоря груз опустил где-то метра 3-4 делаешь то есть он у тебя вроде играет дабы не перехлестнуться со своей снастью там поставил допустим пяток вертолетов заставишь удочку по полу 8 сидишь на удочку ловишь если рыба клюет то бубенчики делать свое дело бежи снимаешь но как правило с ними с этими донками я не знаю я ни разу на одной рыбалке не отсидел так чтобы сидеть всю рыбалку с донками и ловить на полок такого неба то есть рыба периодически поклёвы в принципе не полк поклёвы вот смотрится он крайне просто вот так делается по леске вот крючочки у нас вставляется сюда раз на месте второй на месте крючки ребята обязательно с собой возите запасные чтобы на месте не вязать если уж там морозы действительно сильно попадал минус 32 да там руки замерзают моментально достаешься на речку приехал лунку пробил полотенчик советую собрать до холодно да неприятно перчатки лучше всего варюшки скинул варюшкой скинул руки водичкой промочил чтобы они у вас адаптировались условиям ловли соответственно говоря контраст получили и соответственно уже рук когда так называемый горят насаживать легче нежели чем досталось перчаток начало насаживать вот плачей руки водой сломки помыл размял полотенчиком сухим вытер руки уже красные в принципе все снасть вот я собрал буквально секунду за двадцать полминута ну минута на морозе минута опять ощущается штучка промерзает ко льду на льду и снега нету груз любит промерзать ко льду потому ножом отковыриваешь вот в принципе все что я хотел сказать рассказать об этой снасти по размерам вот этой штуки ну я не знаю сколько она сантиметров может пять длиннее здесь в этом месте сантиметра то на подъеме на самом на этом с маленькая большие особо не имеет смысла дело потому что большие отпугивают стандартно маленькая что цвет тоже не отпугивает на дне но темная поблескивает плавает привлекает в принципе все если какие-то будут вопросы пишите в комментариях обязательно отвечу расскажу дополнительно про это снасти но кто считает браконьерство ну ребят чему рассказать о вкусах не спорят я летом ловлю на донке зимой ловлю на донке ладно до свидания до новых встреч